Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет – народный букмекер! Воронеж единодушно считают футбольным городом. И доказательство этому – матчи-факела, которые традиционно собирают много болельщиков. Но одно дело – смотреть футбол, и другое дело – в него играть. Так ли популярна игра номер один во дворах Воронежа? Мы проверим это с Олегом Дмитриевым. Здарова, спортсмен! Привет! Ну что, готов? А ты готов? Конечно, поехали! Ну что, как думаешь, встретим кого-нибудь? Где, на площадке? Конечно. Ну, мне кажется, что тяжело его сейчас встретить. Сейчас все дома в компьютере играют или PlayStation. Слушай, я в детстве просто вообще, вот, если нет учебы, все, я в 10 утра выходил во двор, и в 10 вечера обратно заходил. А у тебя как было? Когда каникулы были, то это вообще даже не обсуждается. В любую погоду? В любую. То есть дождь, снег, снег, когда зимой играли, все равно на снег, ну, маленький был, бутсы одеваешь, и на снегу играешь. Ну, как бы, в бутсах, там, минус 10, нормально во дворе, там, ребят, в бутсах на снегу, потому что ты же футболист, на куртку одевали игровую футболку, как чью-то там. Ларсен у меня раньше был швед, футболист не очень. Из Селтика? Да, да. Именно Селтика футболка была? Нет, у меня была из сборной Швеции его футболка. Желтая. Да, я ее на куртку прямо одевал, зимой бутсы, одевал, у меня бутсы золотые такие были. Слушай, давай с тобой составим топ-10 дворовых фраз. Толстого в раму. Типа, Олег, сбегай за водой. Да нет, меня, мать, заглунут. Типа, что еще? Кто высокий, тоже на ворота сразу. А я вратарь гонял. Вратарь гонял, обязательно, конечно. Ну, ты во дворе лучший был, наверное. Да, думаю, что да. Паш, ну что-то на площадке я никого не вижу. Да я что-то тоже. Ну, газон, кажется, не готов к проведению матча. Все как 6 марта, смотри. Кажется, здесь тоже был циклон Эльзы или как его там? Ну, половина-то готова практически. Ну, половина, да. Но, видимо, нам надо призвать на помощь болельщиков для того, чтобы расчистить. Они уже помогли. Да, да. Кстати, спасибо им большое. Честно говорят о том, что в современных академиях дети играют, тренируются, да. Но после этого они не оттачивают навыки во дворах. То есть, так получается, что дети, конечно же, обучены тактике, они физически сильные, там, хорошая координация движений. Но при этом из-за того, что нет дворового спорта, нет ребят или есть какая-то нехватка ребят. Со способностью нестандартные решения принимать. Ты с этим согласен? Да, я с этим согласен. Потому что в академии все-таки будет больше учить командной игре, а индивидуальная игра в основном это во дворе. Скажешь, что ты единал. Было такое слово в Смоленской области? Нет. Единал, нет? Нет, такого я не слышал. Наши воронежские словечки. Такого я не слышал. Так, ну что, у нас с тобой вторая точка. У меня во дворе прикольная история была. Я много забивал, и не потому, что я был какой-то там выдающийся игрок, а потому что у меня была привычка. Я праздновал голы, как известные нападающие. Я повторял за ними их празднования. Все очень любили отдавать мне передачи просто на пустые ворота, чтобы я буквально ногу подставлял. А потом все ржали над тем, как я праздную. И один раз вышел совсем-совсем просто, вышел суперпожар. Я решил отпраздновать гол как Фабрицио Рванелли, кажется, так его звали. Помнишь такого нападающего Ювентуса? Помню, да. Вот, он всегда натягивал футболку на голову, руки раздвигал в стороны, как птица, и бежал вперед. Я понял. И, короче, я забиваю в очередной раз пустые ворота, натягиваю футболку на голову, и бегу к углу поля, и спотыкаюсь там об этот самый алюк, короче, и падаю просто лицом вниз. Все ржут после этой игры вообще просто не было. Какие-нибудь дворовые пакости? Пакости? Да, да. Стекло хоть раз разбивал кому-нибудь? Слушай, ну по машинам часто попадали. У нас там коробка была. Всегда, ну, поворотом бьешь, и когда не попал, то всегда по машинам попадали. Всегда. Есть какая-то музыка, которую ты слушаешь перед матчами, чтобы настроиться? Ну, конкретно я перед матчами музыку не слушаю, там мы просто включаем в раздевалке колонка. Кто у нас диджей? Ну, у нас мастерной за это отвечает. Ну, все, все, то есть ему можно доверить, я не сомневаюсь. Есть одна песня, которую после Побед там включаем всегда. Ты думаешь, мы можем выдать этот маленький секрет из раздевалки? Да это не секрет, просто никто не интересовался. Итак, сейчас прозвучит песня, которая играет в раздевалке факела после Побед. Да, давай включим. Как вообще так получилось? Почему именно этот трек? Я даже не знаю, как так получилось, просто мы один раз включили, перед игрой выиграли. И на эмоциях там после игры довольны все были. Похоже, что и здесь пусто. Ну, сейчас здесь пусто. На самом деле здесь вечером, каждый день здесь пацаны играют. Здесь нормально рубятся. Я просто знаю, потому что я здесь рядом живу. И здесь часто вечером гуляю. Когда был карантин, все было закрыто. Я сюда приходил, я здесь тренировался сам. Поэтому, я думаю, многие жители видели меня, как я здесь каждый день занимался. И даже подходили, там, разговаривали, со мной интересовались. Тебе узнавали? Да, потому что я в форуме факела тренировался. В Вязьме вообще много хороших, прям нормальных площадок? Раньше мы играли, я рядом с домом, это был котлован. Большой котлован такой. Всегда, ну, я все детство там провел, там играл в футбол. В котловане, там, а мой папа сделал, там, порота нам сварил, хороший двоеворот нам сделал. Вот, мы там сами летом косили траву обычной косой, там, и родители там помогали. Кстати, ты знаешь, и Фабрицио Рванелли, помнишь? И, наверное, и Хавьер де Педро Савиолы, и этого игрока ты помнишь? Да. Сидим в Турции, спрашиваю я разбора, говорю, ну, ты там, на кого ориентировался? Где ты? Помнишь Габриэля Батистута? Он такой, че? В омске футбол не показывали, кто в нем. В омске, да. В омске, да. Ну что, я говорил, я говорил, что дворовый футбол в Воронеже жив. Хорошо, что я ошибался. Я не верил, что здесь будет кто-то. Может быть, здесь сейчас будущие футболисты факела отдачивают свое мастерство? Может быть, почему нет? Давай посидим, поболеем немножко. Давай. Тебе предстоит выбрать двух лучших. Двух только? Да, давай выберем двух лучших. Ну и что-то мне подсказывает, что бесплатные билеты на матч Пакел-Кубань получат все эти пары. Давай, договорились. Давай поболеем. О такой площадке мы только мечтать могли. Ну вы, ребята, вообще, красавцы. Ну что, ребят, я думаю, что каждый из вас получит по билету на матч Пакел-Кубань. Хотите сходить? Хочу выделить пару ребят и подарить им небольшие подарки. Саш, иди сюда. Это тебе подарок. Шарф. Шапку у тебя потому что есть. Мы тебе дарим шарф. Спасибо. Молодец. Иди сюда. Я тебя хочу выделить. Мне понравилось, как ты играл сегодня. Хочу тебе подарить шапочку. Спасибо. Слушай, не мерзни. Ты придешь на матч? Да. Пакел-Кубань. В субботу в 16.00. Ну а мы делаем вывод, что дворовый футбол в Воронеже жив. Он развивается. Есть где играть. Точно есть где играть. Площадки мы видели хорошие. Ну и ждем этих парней, наверное, в нашей академии. И не только в академии. И на центральном стадионе профсоюзов. На центральном стадионе профсоюзов. В футболках факела. В футболках. В футболках факела. Немного не надо, да. Почему нет? Почему нет? В футболках факела. В футболках факела. В футболках факела. В футболках факела.